В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Отремонтирована дорога у Видновского перинатального центра. В Ленинском округе действует противопожарный режим. Что такое в такую погоду хвоя? Это порох, это даже не спичка. Кубок Петрова – один из главных трофеев высшей хоккейной лиги в Видном. У видновчан все впереди. Дай бог, будет намного больше у них регалий, чем у меня. Так получилось. Я только буду этому рад. Минувшие выходные была приведена в порядок автомобильная дорога, ведущая от Белокаменного шоссе к Видновскому перинатальному центру. Этот участок был включен в программу ремонта благодаря голосованию жителей на портале Добродел. Ремонтные работы здесь не проводились более шести лет. За это время покрытие было сильно повреждено, так как проезжая часть активно используется жителями при подъезде к социально значимым объектам. Самая большая сложность – это то, что нужно было перекрыть движение. Поэтому выбрали воскресный день. Сейчас перекрыли движение и, соответственно, все сделаем достаточно быстро. Работы стартовали 26 июня. На участке заменили около 5000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и отремонтировали парковочные карманы. Работает четыре единицы техники. Это асфальтовый укладчик будет работать, КАМАЗы, бетомовоз, который разольет бетом перед укладкой асфальтобетона. Соответственно, здесь также будет укладываться покрытие щема 16, которое достаточно долговечное и зарекомендовалось его с хорошей стороны. Также на данный момент ведутся ремонтные работы по подготовке дорожного полотна на улице Ленинской в деревне Дыдылдина. Там будет заменено порядка 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. С 30 мая в Ленинском округе действует противопожарный режим. Он вводится, когда класс пожарной опасности в лесах достигает четвертого из пяти возможных. Какие действия сейчас под запретом узнала Инга Инчук. В период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в лесах и парках. Исключение составляют специально оборудованные мангальные зоны. Надо запомнить одно простое правило. Нельзя разводить огонь. Ни в мангалах, нигде. Все, нельзя. Мы должны понимать, почему это сделано. Вот в нашей парке, да, там, они наполовину у нас смешанные растения, да, хвойные и лиственные. Вот что такое в такую погоду, да, сейчас 32-34 градуса на улице. Что такое в такую погоду хвоя? Это порох, это даже не спичка. Деревья особенно чувствительны к высоким температурам. В жаркие дни они начинают усыхать. Именно поэтому открытый огонь в лесопарковых зонах может нанести непоправимый ущерб. А для заядлых любителей шашлыка на природе предусмотрены внушительные штрафные санкции. Штрафные санкции, они очень высокие. Награждены 40-50 тысяч штраф. Должностные лица – это 60-90. Если мы говорим о юридических лицах, то это уже от 600 тысяч до миллиона штрафы за нарушение этого противопожарного режима. Сейчас тот момент, когда необходимо на время отказаться от мангалов в парках и лесах, чтобы не подвергать опасности себя и окружающую природу. Инга Инчук, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Даже в преддверии профессионального праздника сотрудники госавтоинспекции продолжают напоминать о безопасности и проводить профилактические мероприятия. В акции на советском проезде вместе с инспекторами участвовали активисты молодой гвардии партии «Единая Россия». Место для проведения очередной акции было выбрано не случайно. На советском проезде расположено сразу несколько нерегулируемых пешеходных переходов. Всегда многолюдно, а с наступлением теплого времени года некоторые жители передвигаются по городу на велосипедах или самокатах. Вот только пересекая проезжую часть, иногда забывают о безопасности. Напомнили правила перехода сотрудники ГИБДД и активисты молодой гвардии. Ребята напоминают участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода проезжей части. Опять же, напоминают нашим пешеходам, которые передвигаются на электросамокатах, на велосипедах, детки, которые гуляют у нас здесь около кинотеатра «Искра». О правилах безопасного перехода на таких транспортных средствах. Еще раз напоминаем, нужно обязательно спешиться и перейти проезжую часть ногами. Строго соблюдает правила 11-летний Роман Комаров и никогда не передвигается по пешеходному переходу на самокате. Если ты на самокате или на велосипеде, или на электросамокате, ты должен встать с него и держать, и посмотреть по сторонам. В рамках профилактического мероприятия ребята помогали инспекторам, раздавали информационные листовки и проводили беседы. Особое внимание уделяли своим сверстникам. Подрастающее поколение должно понимать и правильно знать, и уметь переходить дорогу. Потому что кажется, что да, я перейду дорогу, и все. На самом деле нет. Нужно обязательно убедиться, что ни слева, ни справа нет транспортного средства, которое может помешать перейти дорогу. И светоотражающие элементы очень хорошо помогут. Также сотрудники ГИБДД напомнили подросткам, что проезжая часть – не место для игр. Останавливаются на пешеходном переходе, начинают кривляться на пешеходных переходах, то есть подают нехорошую, во-первых, примеры другим, рискуют своей жизнью, подставляют водители под опасные ситуации. Обращаю внимание родителей на то, что существует административная ответственность. Не остались без внимания и водители. Их полицейские призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и обязательно использовать ремни безопасности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Важный трофей российского хоккея. Кубок Петрова побывал в городе Видное. На малую родину его привез Артем Воронин, воспитанник крыльев советов, завоевавший кубок высшей хоккейной лиги в составе Альметьевского нефтяника. Первый кубок высшей хоккейной лиги хоккеист Артем Воронин завоевал три года назад в составе Ханты-Мансийской югры, а второй совсем недавно в составе нефтяника из города Альметьевск. Спортсмен привез 19 килограммов гордости в Видное, чтобы показать родным и отпраздновать с товарищами. Решил, что если уж тренируюсь с ними, когда не очень удачные сезоны, когда выдался очень удачный, то проведу время тоже в компании друзей и команды «Металлург» Видное. Начинал Артем Воронин в крыльях советов. В континентальной хоккейной лиге играл за «Спартак» и «Атлант». Высший хоккейной лиги выступал за узбекистанские «Хумо» и «Югру». Во времена выступлений в молодежной хоккейной лиге признавался самым ценным игроком плей-офф. Но даже сейчас он не забывает о своих друзьях. Во время плей-офф у Артема там игры у меня, все, у меня ничего нет, кроме как вот хоккей, пробка, не пробка. Я вот телефон поставил, все, я еду, смотрю, переживаем, не спим. Он даже, ну, ему же силу возраста, там, финальный матч был, чуть слезу дал, порадовался за друга. На важных играх – концентрация, напряжение и спортивный азарт. Здесь время для отдыха и игры в удовольствие. Приезд Артема с кубком – это хороший стимул и мотивация для подрастающих хоккеистов нашего округа. Не так много хоккеистов в городе видно, особенно еще, которым удавалось выигрывать. Я надеюсь, что у видновчан все впереди. И, дай бог, будет намного больше у них регалий, чем у меня. Так получилось, я только буду этому рад. Знаю, у нас растет небольшое, но есть подрастающее поколение из города Видно, даже, по-моему, которые ребята играют в континентальной хоккейной лиге. Я так немножко слежу, желаю им удачи. И надеюсь, они тоже привезут сюда и медали, и кубки. Кубок Петрова – одна из самых значимых и престижных командных наград высшей хоккейной лиги. Этот хоккейный кубок вручается с 2008 года за победу в финале плей-офф второй по значимости Лиги России. Артем Воронин надеется, что это не последний раз, когда он привозит кубок в родной город. Дмитрий Книга, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Спортивные состязания, ярмарка, выступления кавер-группы и дискотека. Праздник, приуроченный ко Дню молодежи, провели в Центральном парке города Видное. На нем побывала и наша съемочная группа. Подробности у Максима Козлова. Центральный парк города Видное, особенно в выходные дни, является местом притяжения для жителей Ленинского округа. А сегодня он преобразился. Установили подиум, работает ярмарка и площадка для мастер-классов «Полоса препятствий». Такие развлечения для горожан подготовили в честь Дня молодежи. У нас команда, как раз состоящая из молодежи, и мы отталкивались от того, что мы бы хотели видеть на этом празднике. Поэтому собрали вот такую вот программу. Помимо МБУ, парк культуры и отдыха города Видное, в организации праздника приняли участие движение первых, сообщество «Видные мастера» и волонтеры от МБУ по работе с молодежью «Энергия». Была и насыщенная культурная программа. Помимо дискотеки можно было, удобно устроившись в мягких креслах, послушать молодежную группу на уме. Среди участников праздника был замечен и человек, непосредственно работающий с молодежью, Андрей Шишин. Тренер по плаванию, воспитавший несколько именитых спортсменов, среди которых наиболее известен двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Евгений Рылов. Сегодня мне, во-первых, очень приятно здесь находиться. Очень здорово, что Ленинский городской округ проводит такие акции, где мы видим и творчество, дети занимаются и спортом. Очень хорошо, что все условия создаются нашей молодежи для здорового образа жизни. Главная цель организаторов мероприятия – сделать День молодежи таким, чтобы он объединил не только молодых людей, но и все поколения и стал по-настоящему семейным праздником. Дети из летнего лагеря «Комета» пришли на экскурсию на телеканал «Видное ТВ». Они своими глазами увидели, как создают передачи, и поделились своими впечатлениями с Юлией Саферовой. Мы все любим смотреть телевизор, а вот что скрывается по ту сторону экрана, об этом знают не все. «Видное ТВ» предоставляет возможность подрастающему поколению увидеть, как создают телепередачи. Сотрудники телеканала часто проводят экскурсии для школьников по студии и редакции. Недавно на телеканал пришли ребята из первого отряда летнего лагеря «Комета». Корреспондент телеканала «Видное ТВ» Максим Козлов раскрыл школьникам некоторые секреты телевизионной кухни. Это называется суфлё. То есть вы, наверное, обращали внимание, что очень часто ведущие прям смотрят туда, и вот они говорят, могут говорить минуту, две, три. Но на самом деле они не от того, что они все взяли текст, выучили, запомнили, и у них все хорошо получается. Нет, на самом деле, как вы видите, внизу есть экран, и этот экран отражается вот в этом стекле. Гостям даже разрешили попробовать себя в роли ведущих новостей. В самой настоящей телестудии они попытались прочитать текст суфлёра. Увлекательная экскурсия по телеканалу понравилась не только детям, но и педагогам группы. Мне очень понравилось, потому что я живу в городе Видное с самого рождения и ни разу не была на Видное ТВ. Познакомилась со специалистами, которые готовят новости, да, и всякую нам передачу, да, и разные кабинеты. Мне очень, конечно, очень все понравилось. Я думаю, детям тоже. Мне очень понравилось, как записывают новости, сколько много компьютеров. Было очень интересно и познавательно. Для тех, кто мечтает стать журналистом, экскурсии на телеканал дают отличную возможность познакомиться с этой профессией. Такое событие ребята запомнят надолго. Юлия Стафёрова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!